Продолжение следует... ...на интервью PlayStation Underground по поводу своих планов использования новой приставки. На ранних стадиях разработки он намекал на совершенно новый уровень в видеоиграх. На этот раз мы должны изменить людей, наслаждающихся гоночными играми. Это будет новый развлекательный опыт. Я бы хотел сказать больше, но точных деталей пока нет. Самое большое отличие в том, что PlayStation 2 даст нам возможность сделать графику и звук в сотни раз лучше. Я хочу создать гонку, которая будет даже реалистичнее, чем те гонки, которые вы видите по телевизору. Впервые мы можем сделать открытые машины, так, чтобы вы могли видеть гонщика. Возможно, вы даже сможете выбирать свой шлем и гоночный комбинезон. Я планирую увеличить число машин, добавив от 5 до 10 для каждого из регионов. Европа, Япония и Северная Америка. Вполне возможно, я добавлю новые Корветты и Камара. Есть множество машин, которые я хочу добавить в игру. Но игроки должны понять, что это требует огромного количества переговоров по лицензированию машины с ее производителем. Если вы не видите свою любимую машину в игре, это не потому, что я этого не хочу. Помогло бы, если бы игроки много писали о тех машинах, которые хотят видеть в игре? Да. Вместе с новыми машинами я также хотел бы добавить 5, может быть, 10 новых трасс, включая ролиные, а также режим драгрейсинга. PlayStation 2 дала нам возможность менять погодные условия и время суток для каждой из трасс. Это добавит вариативности. Еще у нас теперь появилась возможность разработать более продвинутый искусственный интеллект. Мы хотим, чтобы машины, управляемые компьютером, реагировали на то, что вы делаете, с практически человеческими эмоциями. Если вы подрежете одного из них, то этот пилот может разозлиться и гоняться против вас жестче, или он может закрутиться, испугавшись вас, и вы это почувствуете. Я пока не могу вдаваться в подробности. Еще одна новая особенность PlayStation 2 в том, что ее новый аналоговый контроллер DualShock 2 может регистрировать 256 уровней давления. Мы экспериментируем с этим и надеемся использовать это для более тонкого управления торможением. В GT1 мы вынуждены были использовать антиблокировочную систему тормозов, а это не настолько реалистично, как мы можем сделать сейчас. Игроки постоянно нас спрашивают, возможно ли сделать видимую модель повреждений. Производители не хотят, чтобы их машины взрывались или были разбиты. Я тоже так думаю, поэтому в этом плане ничего не изменится. Но я надеюсь создать какой-то эффект, который покажет игроку степени повреждения. Было объявлено, что PlayStation 2 обзаведется поддержкой широкополосной сети в 2001 году. Нас интересует, какой же эффект это окажет на серию Gran Turismo. У меня есть видение сетевых гонок в Gran Turismo. Это намного больше, чем гонки один на один. Но пока я не могу дать вам конкретики. Одна вещь, которую даст интернет, это возможность гонщикам видеть времена соперников и составлять списки лидеров. Это очень важная часть гонок. Но в дополнение, сетевой режим даст игрокам возможность делиться информацией по поводу прохождения поворотов на какой-либо трассе. Это тоже очень важно для меня. Gran Turismo наполняет любовь к машинам, которую Ямао Чесан вынес из самого детства. Теперь, разрабатывая эту серию, он путешествует по миру и тестирует величайшие машины на самых знаменитых трассах мира. И он сделал одно открытие. Играя в видеоигру, улучшился мой реальный гоночный стиль. В сравнении с другими способами улучшиться, это неплохо. Всего два дня назад я был на трассе в Мотеге, в Японии. И я осознал, что мои способности коренным образом улучшились, потому что я играл в Gran Turismo 2. Итак, вам лучше бы заострить внимание на своем гоночном опыте, потому что когда вы гоняете в Gran Turismo 2000 на PlayStation 2, это абсолютно новый уровень мощности и напряжения. Есть ли у вас рефлексы справиться с этим? Редактор субтитров А.Семкин